Почему нельзя есть ягоды и яблоки, клёванные птицами? Потому что птицы зачастую являются переносчиками разных заболеваний. Так же, как и мелкие грызуны. Кстати сказать, это может быть погрызано, падалица яблок, яблоко большое чуть-чуть погрыз какой-то хомяк. Ну вот всегда жалко, да, что яблоко большое, чуть грызено, и вроде срезал, и можно использовать. А мы не знаем, вот он поклевал, что он туда передал со слюной? Может какие-то вирусы, может еще какие-то заболевания, да? И гарантия, вот мы срезали, а гарантия есть, что это дальше в другие ткани не прошло? Нету ведь такой? То есть не только в этой дырочке, где проклевано, а оно же в ткань проходит, и вполне можно подцепить какое-то заболевание. Какое, я не могу сказать, потому что это разные животные разные разносят. Но вот на станциях, где изучаются вот это вот животные, переносчики заболеваний, там очень много разных болезней, и переносят соответствующие животные. Поэтому тут надо просто аккуратным и не жалеть, и вообще-то всю падалицу надо закапывать, выкопать яму в саду, ну не шибко, может глубокую, и туда складывать. Почему? А ее не надо складывать в компост. Ну, во-первых, вот эта клеванность, и кто их знает, как они дальше передаются, какие у каждого почти заболевания есть какие-то хозяева временные, через кого как передается целая цепочка. Мы ведь этого не знаем, так что может быть это через растение или еще как-то может передаваться. Во-вторых, на падалице там, как правило, гниль начинается, и может быть парша, может быть ржавчина, ну любые, это уже которые к самому дереву относятся, да, эти заболевания, ну и просто плодовая гниль. И все это, попадая в компост, сохраняется, и будет потом передаваться в почву. И из почвы снова на растение. Из почвы снова на растение, да. То есть тут такая цепочка получится. То есть все-таки лучше это... В одно место закапывать, да.